Внимание! В интернете поселились мошенники. Поселились давно и, судя по всему, уходить оттуда не собираются. И если Остап Бендер знал всего лишь 400 сравнительно честных способов отъема денег, то сейчас счет идет на тысячи. Как правило, попадаются новички. Однако, бывает, что кидалы так искусно маскируются, что и опытный пользователь может угодить в ловушку. Вы становились жертвами интернет-мошенников? Нет. Никогда не просили на сайте Кристи номер, отправить сообщение? Было? Да, просили. Вводили? Нет. И что было? Минус 800 рублей на счете. Как-то раз я увидела облияние в интернете, то, что ребенку требуется помощь. Там нужно было позвонить, позвонила, мне с счета снялись деньги, а то, к сожалению, оказались интернет-мошенники. И мне кажется, негуманно так поступать и наживаться на дружом горе. Ну, скачивал игру. Отправьте смс, отправьте смс. Отправлял. 500 рублей с телефона снимали. Интернет буквально манит на свои просторы мошенников всех родов и мастей. Ежедневно тысячи пользователей становятся жертвами виртуальных аферистов. Как избежать непредусмотренных денежных трат и не попасться в руки онлайн-преступников? Ну, здесь просто надо голову иметь на плечах, надо быть более внимательным, лишний раз любую информацию перепроверять, не поддаваться эмоциям. Обычно мошенники давят на эмоции, пытаются сбить с толку человека, какую-то новость ошарашить. Вот здесь не поддаться первой эмоции, а перепроверить. Лучше позвонить близкому человеку, убедиться, что с ним все нормально, прежде чем привезти средства. Хотя многие из нас уже привыкли не обращать внимания на всплывающие окна, оповещающие о выигрыше, специалисты утверждают, что существуют другие формы мошенничества, жертвой которых стать очень просто. Предупрежден, значит вооружен. Обитатели интернета решили объединиться в борьбе с мошенниками и создали свою группу. Люди делятся своими печальными историями в надежде, что их опыт поможет другим не совершать подобных ошибок. Киберпреступность вылилась в настоящую угрозу для всего мира. Как противостоять злу из интернета, обсуждали на кругом столе в университете с участием специалистов из Америки и представителей силовых структур Татарстана. Заокеанские гости признались, поймать организаторов интернета так сегодня практически невозможно. Ну а рядовым пользователям посоветовали помнить одно простое правило. Если что-то напоминает бесплатный сыр, наверняка рядом есть мышеловка. Марта Луканин и Ленардо Влетьяров специально для Univer News.